Наш следующий поединок 4 раунда полулёгкий вес. Рефери в ринге Александр Калинкин, боковые судьи Евгений Мальчиков, Михаил Куликов и Сергей Литунов. Встречаем участников боя. Боксер синего угла из Ленинградской области Равиль Сагалаков. Итак, друзья, в следующем бою нас ждёт пара Равиль Сагалаков и Токерчон Юлдашев. Это весовая категория до 57 килограммов. Первым в ринг выходит Равиль Сагалаков. Это его второй бой в карьере. А вообще впервые попробовался в профессионалах Равиль в прошлом году. Дебютировал он в 20-м. Провёл один бой, но потерпел поражение. Дебютировал он в бою против Ислана Бекуха. Встречаем его соперника, боксёр красного угла из города Турсун-Заде-Рыгар, Таджикистан. Токерчон Юлдашев. Представляем участников четырёхраундного поединка в полулёгком весе. Синий угол ринга, боксёр 38 лет, рост 166 сантиметров, вес 57 килограммов 300 граммов. Проводит свой второй профессиональный поединок из Ленинградской области Равиль Сагалаков. Красный угол ринга, боксёр 20 лет, рост 167 сантиметров, вес 56 килограммов 950 граммов. Из города Турсун-Заде-Рыгар, Таджикистан. Профессиональный дебют Токерчон Юлдашев. Реферим ринги Александр Калинкин. Существенная разница в возрасте у спортсменов. Юлдашеву 20, его оппоненту Сагалакову 38. Ну что ж, друзья, опыт против молодости. Классическое противостояние. В левше работает Сагалаков. Соответственно, его оппонент Юлдашев, боксёр из красного угла, работает в классической стойке. Четыре раунда запланировано в этом бою. Если, конечно же, они продлятся все целиком. Хорошо сейчас апперкотом встретил Юлдашев. Чувствуется, что со скоростью всё в порядке у этого парня. Ну а, собственно, в таком весе, а это 57 килограммов, в таком весе, не обладая скоростными качествами, просто делать нечего. Но, тем не менее, обратите внимание, что возрастной оппонент Юлдашева периодически достаёт, причём не джебами, а сильнейшей рукой с дальней дистанции. И успевает контратаковать. Сейчас удаётся встречать Юлдашеву. Хорошие комбинации были сначала на отходе, а затем и пошёл вперёд сам. Вновь на отходе хорошо встречает правой. Очень быстрая правая рука у Юлдашева. Красиво сейчас на сайдстепе. Сагалаков не достаёт. Сагалаков не достаёт. Сагалаков не достаёт. Предпочитает Юлдашев работать вторым номером, вытягивает на себя своего оппонента и очень жёстко встречает. В общем, достаточно выигрышная тактика. Учитывая, что весьма приличная скорость у Юлдашева. Успевает он и выбросить свои комбинации, и отзащищаться. Вот как, например, сейчас по корпусу начинается галаков, а затем в какой-то момент, в тот момент, когда Юлдашев чувствует, что есть возможность пробить, он наносит очень хлёсткий удар. В основном мы видели апперкоты в его исполнение. Хотя и правые прямые он тоже забрасывает. Итак, первый раунд подошёл к концу. В общем, для дебютанта всё складывается удачно. Под дебютантом я подразумеваю Тахерчёна Юлдашева. Дайте посмотрим повторы у канатов. В разрез сейчас Юлдашев пропустил. Но вот этот удар левый прямой левым джевом достал Равиль Сагалаков, своего молодого оппонента. Секунданты. Второй раунд. Второй раунд. И обратите внимание, Сагалаков меняет стойку и начинает работать в правше. Рисунок боя у нас не поменялся. Вновь вторым номером работает Юлдашев. Хорошо сейчас встретил. На мой взгляд, немного низковато пробил он левый боковой. Но, естественно, он это делал неумышленно. И неплохая комбинация в арсенале у Юлдашева с отклоном к корпусу пробивает апперкоты передней рукой. Получается достаточно хлёстко. И самое главное, результативно. Достает он этим ударом периодически своего оппонента. При этом сам успевает уходить с линии атаки. Вот сейчас был замечательный эпизод в исполнении Юлдашева. Поймал он на движении своего оппонента, не отпустил. И двумя темпами нанёс точные комбинации. И обратите внимание, теперь уже начинает идти вперёд и поддавливать уже Юлдашев. Если до этого он работал вторым номером, сейчас очень хорошо встретил. Едва устоял на ногах Сагалаков. Хорошо двигается на ногах Юлдашев, очень подвижный. И самое главное, очень чувствительный и пластичный боксёр. Вновь эта комбинация с отклоном корпуса и апперкот хлёсткий, апперкот передней левой рукой. По-кошачьи передвигается Юлдашев в ринге. Хорошая пластика. И мы слышим сигнал о завершении первого раунда. 10 секунд остаётся. Будет ли концовка? Кто-то из боксёров будет пытаться забрать концовку. Нет, раунд завершён. Ну и на мой взгляд, и во втором раунде Юлдашев был точнее, лучше, ну и интереснее смотрелся. Давайте посмотрим повторы. Апперкот. Апперкот вообще замечательно работает у Юлдашева. Он его выбрасывает на протяжении всех двух раундов. И достаточно часто попадает этим ударом. Секунданты. Третий раунд. Попадает сейчас Сагалаков в начале раунда. Решил активизироваться. Но обратите внимание, как джебом фехтует Юлдашев. И несколько точных попаданий было уже и у Юлдашева. Хорошая комбинация. Эпизод остаётся за Юлдашевым. Несколько ударов он выбросил. Точно всё достал. Всё попал. Начинает подключать уже и силовые удары Юлдашев. Видим мы уже и акцентированные. Причём обратите внимание, в скорости он совершенно не потерял. Причём лейтар. тяжелый удар сейчас пропускается галаков и чувствуется что он начинает вставать у нас пошла последняя минута третьего раунда а юн даша все еще по-прежнему свеж ну и конечно же такие акцентированные удары да было точное попадание но он стоял благодаря канатом с агалаков стоял заканчивается у нас третий раунд попытался сейчас с агалаков что-то открытать из пропущенного но это ему не удалось и в концовке вновь точнее был юл дашев на чем собственно раунд и закончился любопытный эпизод юл дашев наносит свою комбинацию попадает но при этом пропускает от в ответе несколько акцентированных ударов секунданты финальный четвертый раунд дал немного поработать сейчас в начале раунда юл дашев своему оппоненту но при этом все под контролем защищается перекрывается юл дашев сколь сейчас достал с агалаков правым правым боковым и юл дашев начал охоту за своим оппонентом начинает расстреливать акцентированными ударами что-то пытается противопоставить такой манере боя с агалаков но конечно же сил у него меньше и для него такая манера боя конечно же не очень выгодно а 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 и еще одно точное попадание в исполнении дашь а а а а не пытается досрочно завершить этот бой юл дашев хотя точных попаданий он нанес достаточно много и вот только вот так вот в клинче сейчас вынужден спасаться с агалаков а а а а а да конечно же концовка удалась у юл дашева накидал он ударов достаточное количество и все они пришлись в цель итак друзья раунд завершён но я думаю что вопросов по этому бою ни у кого не осталось кто же победил в этом бою дамы и господа в этом бою победу единогласным решением судей одержал дохерчон юл дашев красный угол да друзья ожидаемая победа юл дашева боксера из красного угла был он лучше быстрее точнее в общем превзошел практически по всем показателям своего оппонента ну что же поздравляем дебютанта это его первый бой и первая победа на профессиональном ринге естественно памятное фото как же без этого и мы смотрим наиболее яркие моменты прошедшего боя ну и чувствуется несмотря на возраст хорошо подготовленный физический тактический обученный боксер замечательной пластикой и и и и и